Слава Богу! Слава Богу! Мир вам, братья и сестры! Церковь Божия, я хочу приветствовать вас словами апостола Павла, которыми он обычно заканчивает свои послания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Мне очень нравятся эти слова, я люблю ими приветствовать. В церкви людей. Я очень благодарен Богу, братьям вашим, за то, что в этот субботний вечер могу вместе с вами стоять у жертвенника Господнего и воздавать Богу славу за то, что Он есть, за то, что Он с нами, помнит нас, любит нас, хранит нас. Слава Богу за это! Слава Богу нашим! И еще я очень благодарен тому, что каждый раз, когда приезжаю в ваш город, я могу посещать ваше собрание и участвовать в нем. Тоже за это огромная благодарность. Я думаю, что мы уже немножко знакомы, но просто скажу, меня зовут Данил Калиновский, я пастором небольшой церкви в городе Торонто, Антарио, в Канаде. И каждый год я имею такое обычай приезжать, посещать своих родителей, друзей в Сакраменто и приезжать, побывать с вами в Сиэтле и еще, может быть, в других церквях. Сегодня я имею Слово Божие, проповедь, которую я хочу поделиться с вами. Я верю, что она принесет вам благословение, потому что это Слово Божие. И оно в любом случае, даже если оно читается проповедниками или читаем мы его дома или в собрании, оно содержит в самом себе огромную силу. И эта сила, благодаря Духу Святому, благословляет нас. Для того, чтобы определить тему моей проповеди, я хотел бы прочитать несколько стихов из Ветхого Завета. Книга Бытие, 20 глава, 3 стих. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Бытие, 31 глава, 24 стих. «И пришел Бог к Лавану, Арамеянину, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И еще одно место. Числа 22, 20. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему». Тема моей проповеди сегодня – «Когда приходит Бог». Дорогие друзья, я думаю, что каждый из вас, придя в сегодняшнее собрание, верит, что на это собрание пришел Бог. Вы верите этому? Мы его не видим. Бог – дух. Мы, люди, духов не видим. Но Бог видит нас, людей. И Он видит нас насквозь. Он знает, о чем мы сейчас думаем. Он знает, с какой мыслью вы пришли, с какой нуждой вы пришли. Если у кого-то что-то болит, Бог знает об этом. Если кто-то очень рад, получил какую-то большую прибыль или благословение, Бог это знает. И я хочу сегодня проповедовать на вот эту тему – «Когда приходит Бог». Это выражение можно прочитать с двумя интонациями. Можно прочитать «Когда приходит Бог». То есть, имеется в виду «Когда» по времени, «Когда приходит Бог». Можно прочитать по-другому. «Когда приходит Бог». То есть, что происходит, когда Бог приходит. И я бы хотел взять именно эту, эту второй смысл, или второй такой подсмысл этого выражения. Здесь мы в Библии читаем «Пришел Бог к Аврааму», «Пришел Бог к Авимелеху», «Пришел Бог к Лавану». И каждому что-то говорил. И еще раз хочу повторить, потому что это очень важно, чтобы каждый из нас был уверен, что на это собрание пришел Господь. для того, чтобы увидеть, я бы хотел или понять эту тему, когда Бог приходит, и вообще, что люди должны делать, когда приходит Бог, как нужно вести себя, когда приходит Бог, для чего Бог приходит. я бы хотел основной главой, на которую я бы поразмышлял сегодня, взять 18 главу книги «Бытие». Эта глава буквально до 14 стиха, включительно, я не буду читать ее целиком, я буду читать ее частями, три части будет, первых два стиха, потом до 8 стиха, и потом дальше. Я буду читать, и я бы хотел, чтобы каждый из нас увидел, понял, чтобы Дух Святой помог нам уразуметь, что мы должны делать, когда мы встречаемся с Богом. Вы знаете, мне очень часто приходится бывать на различных собраниях, конференциях, общих собраниях, съездных собраниях и тому подобное, и каждый раз по-особенному люди ведут, когда приходит Бог. На некоторых собраниях, кажется, настолько изливается благодать Духа, настолько, кажется, все здание, все здание в огне, Дух Святой присутствует так сильно, а некоторые люди стоят, как будто ничего не происходит. Я всегда задумывался, почему? Я люблю наблюдать, я пастор церкви, я люблю наблюдать, когда люди заходят в наше собрание. Вообще, понаблюдав, очень многое понять можно. Я люблю наблюдать, как они молятся, и хотят, конечно, не очень хорошо, с открытыми глазами стоять и молиться, но я должен это делать, потому что 99 людей в нашей церкви, процентов, 99 процентов людей в нашей церкви никогда не были в таком собрании, как ваше. В Канаде церкви маленькие, примерно 50, 80, 90 человек. Самая большая, наверное, около 200, в славянской церкви. Они никогда не были, не слышали подобного хора. У нас нет этого. Эти люди только-только пришли к Богу, и они не умеют, ни молиться не умеют. Их надо учить, как одеваться, как вести себя в собрании, что нужно читать Библию, буквально все. И я наблюдаю, я хочу помочь им, потому что иногда приходит такое реальное присутствие Духа Святого, и в этот момент нужно знать, нужно понимать, как вести себя перед Богом. Нельзя отвлекаться на что-то другое, потому что дьявол пытается отвлечь наше внимание, чтобы мы не получили полноту благословений, когда приходит Господь. Наверное, вы замечали, если вы любите молиться и читать Библию регулярно, вы, наверное, замечали, что когда приходит время стать перед Богом на колени, в вашей голове, знаете, подобно, как в компьютере, включается определенный файл. Ты начинаешь сразу вспоминать, что ты сейчас должен сделать, кому-то нужно позвонить, или кто-то тебе звонит. И вы знаете, все содействует тому, чтобы отвлечь от того, что ты делаешь. Только начал читать Библию, вдруг кто-то позвонил в дверь, кто-то пришел, что-то вспомнил, где-то не выключил газ, где-то не полил цветы, забыл заправить машину, мысли, мысли, мысли. Друзья мои, дьявол очень сильно отвлекает людей от общения с Богом, потому что он знает, пообщавшись с Богом, мы становимся очень сильными духовно. Здесь история об Аврааме. Я прочитаю первые два стиха. И явился ему Господь у Дубравы Мамрия, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и, взглянув, увидел, вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Друзья мои, пожалуйста, держите во внимании то, мы сейчас говорим, когда приходит Бог. То есть, как нам вести себя, когда приходит Бог. Здесь история, открывает нам история библейская об Аврааме. Он не был в церкви, он не сидел в собрании, он сидел под деревом во время жары. Что-то может быть похожее, как сегодня погода, жаркая, кондиционеров не было, он просто скрывался в тени под деревом. Мы не знаем, о чем он думал, о чем он мечтал. Может быть, это была мечта его жизни, он продолжал мечтать о звездах и о том, что Бог обещал ему дать сына, которого он не имел до сих пор. Я не знаю, ожидал ли он, что к нему в этот момент придет Бог или нет, мы не знаем. Я только знаю, что каждый из вас может ожидать, что в этот момент со мною заговорит Бог, потому что мы в церкви. Но ожидаете ли вы, что Бог может заговорить с вами, когда вы будете ехать за рулем после собрания? Или вы завтра пойдете в собрание, или в понедельник на работу, или учиться? Ожидаете ли вы, что Бог имеет право и может прийти в любой момент к вам? Авраам сидел и вдруг увидел, что напротив него к нему подходят трое мужчин. Каким-то внутренним чутьем он понял, это Бог. Я не знаю, как, это очень тяжело понять, но когда Бог приходит, мы обязательно это чувствуем. Аминь? Слава Богу за это. Только Бог имеет ключ к нашему сердцу, к нашему духу. И когда Он приходит, это реально, мы обязательно это чувствуем. И вот второй стих, я хотел бы обратить внимание на то, что сделал Авраам, когда к нему подошел Бог. Он, увидев, и дальше написано, увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Смотрите, Авраам сидел, перед ним пришли три мужа, Возможно, это был Бог и два ангела, мы не знаем, но один из них был Бог. Увидев его, Библия говорит, он встал, побежал и поклонился. Пожалуйста, заметьте, Аврааму в это время было 99 лет. В 99 лет очень нелегко бегать. Немногие из нас доживают до 99 лет. Но если в вашем собрании есть люди, которым 80 или 90 или больше, вы согласитесь, очень тяжело бегать. Авраам встал, подхватил свои одежды, в то время они носили длинные одежды, как платья такие, до земли, и быстро побежал навстречу Богу. И встал на колени, облокотился своими руками на землю и лбом поклонился до самой земли по обычаю Востока. Зачем? Я долго читал это место, перечитывал, пытался понять. Я знаю, что здесь что-то скрывается, но я еще не вижу этого. Я начал думать, Господь, зачем Он это сделал? А если бы Он не встал? А если бы Он не побежал? А если бы Он не поклонился? Неужели Бог обиделся бы? Неужели Бог повернулся бы и ушел от него? Я не думаю, но вы увидите секрет этого поведения Авраама, для чего он это сделал. Вы обязательно увидите в конце моей проповеди, в 14 стихе этой главы. Итак, Авраам встал, побежал перед Богом и поклонился до земли. Давайте прочитаем дальше, с 3 стиха. И сказал Владыка, «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Пронесут немного воды и омоют ноги ваши и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба и вы подкрепите сердца ваши, а потом пойдите в путь твой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». Итак, обратите внимание, Авраам понял, что это Бог и он не захотел остаться безучастным. Он захотел что-то сделать во имя Бога, для Бога. Первое, он говорит, «Не пройди мимо раба твоего». То есть, он объявил ему, что ты «Welcome, ты добро пожаловать, пожалуйста, остановись у моего шатра». Потом говорит, «Пронесут немного воды». Вы знаете, в Библии каждое слово имеет значение. Я думаю, здесь написано «немного воды». Воды в то время было немного. Мы открываем кран и течет вода. В то время нужно было выкопать глубокий колодец, пробить скважину, как мы говорим, и зачастую это была огромная яма, куда спускались, спускались, и там было еще углубление, и там была вода. Говорит, я пронесу немного воды. Я понимаю, что в то время воды было вообще немного. Но хоть даже немного он обещал принести Богу. Потом говорит, «Омоют ваши ноги и отдохните под этим деревом». Дальше он говорит, я пронесу хлеба, подкрепите сердца ваши, а потом можете идти. Вы знаете, такое ощущение, что Авраам как будто не знал, что Бог пришел именно поговорить с ним. И Авраам это делал не для того, чтобы что-то получить от Бога, но даже просто так. Он говорит, вы пришли и вы можете идти дальше, но разреши мне послужить тебе. Зачем это? Вы увидите в конце. Дальше прочитаем 6-7 стих. Вначале я просто прочитаю эти два стиха, а потом хочу прочитать еще раз, и чтобы обратить ваше внимание на некоторые слова. И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал, поскорее замеси трясат и лучшие муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку и тот поспешил приготовить его. Я просто представил себе этого старого человека. Да, Авраам прожил много лет еще после этого, но года есть года. у него просто было силы жить дальше, но на самом деле это был старший уже человек, он был стар. И об этом в конце засвидетельствовала Сара и господин мой стар. И я бы хотел прочитать шестой и седьмой стих и выделить некоторые слова. Первое и поспешил Авраам к саре в шатер. Поспешил. Потом сказал и сказал поскорее замеси трясат и лучшие муки и сделай хлебы. Потом и побежал Авраам к стаду. Обратите внимание на слово побежал, взял теленка нежного, хорошего, дал отроку и тут поспешил его приготовить. Итак, вы представьте, старый человек ничего не предвозвещало, вдруг перед ним встал Бог, ангелы, святой Бог явился к нему и Авраам забегал. Вы знаете, с первого взгляда это было немножко суетно, суета какая-то была у Авраама. Вы можете представить, он только что побежал и поклонился Богу до земли. Потом он привел их к своему шатру и говорит, я вам сейчас принесу воды и дам вам покушать. А потом он быстро подхватив свои одежды, он побежал в шатер к царе. Говорит, цара, быстренько приготов из наилучшей муки пресные хлебы. А потом также быстро схватив свои одежды, он бегом бегит к стаду. Я не думаю, сколько бы оно ни было, если метров даже сто, двести, он бегом бегит к стаду, берет лучшего теленка и дает своему отроку и говорит, отрок, быстро, просто поспеши это сделать. И я, когда читал эти слова, я не знаю, я бы хотел передать вам вот это настроение, зачем он это делал, зачем он так старался, к чему все это, неужели Богу нужно то было, что делал Авраам? Друзья мои, здесь можно остановиться, хотя бы немножко подумать. Скажите, когда приходит Бог, или когда Бог нас касается, как мы стараемся? Видит ли Бог, что мы для Него стараемся от всего сердца? Допустим, на этом собрании абсолютно не сомневаясь, можно сказать, что тот самый Бог, который был перед Авраамом, Он присутствует на этом собрании. Что в отношении меня я готов сделать что угодно, буквально выскочить из своей кожи, но я бы хотел перед жертвенником принести ему наилучшую жертву. Это Бог. Это Царь всей вселенной. Это Господь, знающий мои мысли, сотворивший меня, видевший меня в утробе матери. Это Бог, который может одно слово сказать, и все мои нужды разрешатся. Это великий, могущественный Бог. Неужели я позволю себе просто так сидеть на своем столе? Побежал, поспешил, наилучшего, поскорее. Это слова, которые характеризуют, как вел себя Авраам. Я бы хотел привести вас сейчас к пониманию, почему он это делал. Прочитаем дальше. Восьмой стих. И взяв масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял под них под деревом, и они ели. Вы знаете, то, что Авраам не ел с ними, это буквально выражалось, что все, что он принес, это была жертва Богу. Он из этого ничего не взял себе. Обратите внимание еще, взял масло, ну это понятно, молока тоже и теленка приготовленного. Как вы думаете, сколько пищи нужно, чтобы накормить трех голодных мужчин. Мы иногда проходим в ресторан и заказываем себе, ну что, самое наилучшее, допустим, в стейкхаус филоменьо. Примерно 150 грамм, ну пусть 200, но если дома и сами готовы, им пусть 300. Библия говорит, он предложил им целого теленка. Я не буду говорить о их аппетите, но я вам скажу о том, что сделал Авраам. Вы знаете, в голову могли прийти тысяча мыслей, а не за много ли ты даешь Богу? В голову могли прийти мысли жадности, скупости, то, что часто посещает нас. Я не знаю, в вашей церкви вы называете это десятиной, или может быть не называете, но наша церковь маленькая. Очень маленькая, абсолютно новая церковь. У нас 30 человек, 32 человека взрослых. Если мы не будем жертвовать десятину, мы абсолютно не сможем прожить финансово, не оплатить ренты и все остальное. Поэтому мы учим людей жертвовать десятину. И вы знаете, какие мысли посещает любого дающего десятину? Может быть, они не выражаются вслух, но когда ты берешь определенную сумму от того, что ты заработал, и перед тем, когда ты положишь ее, обязательно проходят мысли, я не скажу какие. вы могли бы озвучить их и без меня. Стоит Авраам, да, у него было много, вы скажете, у него было много, много, но это даже нелогически трем человекам давать целого челенка. Друзья мои, для Бога никогда ничего не жалко. Никогда ничего не жалко. Авраам настолько усвоил этот принцип, что через 18 или 20 лет, когда Исаак уже подрос, он завел его на гору и там на горе не пожалел даже своего сына Богу. И на той самой горе, где Авраам не пожалел Богу своего сына, Бог не пожалел своего сына человечеству. Это Голгофа. это исторически, географически, это та же самая гора, где стоял Авраам, судороги связывают его тело, под градом льется, он отдает Богу своего единственного сына, не зная, что там уже овен в чаще запутался. И Бог и Бог когда посмотрел и сказал Авраам, не надо мне этот сын. Я увидел, что ты не жалеешь для меня. Через пару тысяч лет на той же самой горе Бог не пожалел людям своего сына Иисуса Христа и он умер на кресте Голговском. Слава Богу! Слава Богу, друзья мои! Я бы хотел, чтобы после этой проповеди вы вышли воодушевленные, у вас было поднятое настроение, особенная вера была к Богу. Никогда ничего не жалейте для Бога. Никогда. Вы знаете, почему? Вы сейчас увидите. Он стоял, они ели. И когда Бог увидел вот такую ревность, вот такую преданность Авраама начинает говорить Бог. Здесь там перед этим было написано они сказали сделай, а здесь уже начинается от первого лица Бог начинает говорить. И сказал, сказали ему, здесь еще в трех лицах, сказали ему, где Сара, жена твоя? Вы знаете, я не знаю, почему Бог спросил этот вопрос. Я бы мог сказать целую проповедь. на эту тему. Авраам, где Сара? Вы знаете, я не буду вдаваться в подробности, но очень часто мужей можно спросить, где твоя Сара? И почему она не с тобой? Или что ты здесь делаешь без нее? Но в данном случае это Бог, Он знал все. Он абсолютно знал то, что думала даже Сара. Сара была в палатке буквально рядышком, Авраам сидел при входе в шатер, а Сара была внутри, они ее не видели, но он спрашивает, а где Сара? Бог не знал? Бог знал, где она, но для чего ты спросил? Я не буду говорить дальше об этом, я пропущу его. Он сказал, здесь в шатре, и сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время. Заметьте, и сказал один из них, то есть Бог уже взял на себя инициативу, я опять буду у тебя в это время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. Здесь тоже немножко интересный оборот речи. Фактически сын-то был у Авраама, но почему-то Бог обращается к Саре, говорит, у Сары будет сын. Авраам, наверное, стоит и думает, а я при чем? А где я здесь? Ну, ничего, это всему свое время. Сара и в Саре будет сын. Сара слушала у входа в шатер сзади его, то есть она все это слышала. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщины Сары прекратилась. То есть Сара фактически, физиологически не могла уже рождать детей. Сара внутренне рассмеялась, ну, конечно, я представляю, любая жена услышала бы, как трое мужчин разговаривают с ее мужем, а они ее не видят, они вообще не знают, где она, и один другому говорит, у твоей жены скоро будет сын. А муж как бы только слушает об этом. Сара рассмеялась, сказал, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение и господин мой стар? То есть, понимаете, даже Сара знала, что господин стар. Я вам хочу сказать, друзья мои, стар ты или молод? Перед Богом обязательно есть место, где проявить себя, когда служишь Богу, когда стараешься перед Богом. Еще раз хочу вернуться к мысли, Авраам был стар, но даже старость не помешала ему отдать Богу самое лучшее. Слава Богу за это. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? Неужели я могу, действительно могу родить сына, когда я состарилась? Вы знаете, я не думаю, что она смеялась вслух, она может просто там хихикнула себе в ладонь, потому что ну некрасиво было так вести себя в присутствии мужчин, это восток, но Бог даже заметил это, что она сделала. И он говорит, отчего она там в шатре смеется? Сара быстро говорит, я не смеялась, Бог говорит, нет, ты рассмеялась. И вот вся эта история приходит к своему замечательному концу. И я хочу обратить ваше внимание на это. Если что трудное для Господа в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын. Послушайте, мы очень часто приходим к Богу, когда у нас трудность, и мы молимся, говорим, Боже, есть ли что трудное для Тебя? Не так давно меня пригласили в Торонто в госпиталь еще с одним пастором. Мы поехали. 32 года молодой человек приехал в гости в Торонто, приехал посетить своих друзей, родных. Что-то ему занимоглось и так сильно, и так быстро. Он попал в госпиталь и обнаружили в самой последней стадии рак. Это шок. Это шок. И мы стояли, его жена стояла. Это, вы знаете, это неописуемый шок. И мы стояли перед ним, и он лежал уже в кровати, и жена, и родственники стояли и молились, Господи, и есть ли что невозможное для Тебя? И нам так хотелось, чтобы это невозможное произошло. Я абсолютно понимаю этих людей. А у меня не достаёт времени рассказать, что я переживаю прямо сейчас. И я говорю, Господи, есть ли что невозможное, Ты же можешь. И Бог говорит, я могу. Но это в 14 стихе. Если вы обратите внимание, давайте ещё раз, давайте ещё раз. Бог не просто пришёл к Аврааму и сказал, Авраам, мне нет ничего невозможного, поэтому у тебя в следующем году будет сын. Бог пришёл к Аврааму без объявления. Авраам встал, побежал, поклонился, до самой земли поклонился, а потом бегом побежал в стадо, взял лучшего ягнёнка, отдал отроку, тут быстренько приготовил его. Авраам ксарис, скорее, амиссия муку, потом принёс, всё выложил перед Богом и сам не трогает, потому что это жертва Богу. И Бог, когда увидел это, сказал, Авраам, ты мне это не пожалел? Есть ли что невозможное для Бога? у тебя у тебя точно будет сын? Друзья мои, я хочу обратиться к вам очень серьёзно. Это очень серьёзная тема. Когда приходит Бог? Вы знаете, мы должны себя вести так, как приходит Бог. Если мы поём песню в собрании, это не просто номер, это не просто сборник, это не просто хоровая песня, а это жертва на алтаре Господа. Он её принимает из наших уст. Если это жертва Богу, значит, это самое лучшее, что вы могли принести Богу. Если мы поём, значит, от всего сердца, значит, поднимая руки, воздаём Богу жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господня. Если это молитва, значит, это ревностная, дерзновенная, искренная молитва от чистого сердца. Если это во время проповеди, проповедник говорит слово или стих из Библии, и в вашем сердце у вас есть аминь, говорите аминь. Если у вас есть аллилуйя, говорите аллилуйя. Это Богу, это не проповеднику, это Богу. От того, как вы себя ведёте, Бог видит вашу веру, ваше желание, вашу ревность по Богу. Это не просто мы собрание так ведём, это не просто, чтобы вы все дружно отвечали аминь. Вы говорите Богу. Потому что, знаете, у каждого из нас есть нужда. У каждого есть нужда. И мы бы очень хотели прийти к Богу, и Бог нам сказал, у меня нет ничего невозможного для тебя. Но послушайте, это сказано в самом конце, а в начале Авраам что-то делал для Бога. Ему не жалко было телёнка, ему не жалко было масла, молока, немного воды, ему не жалко было сил своих, он бегал, старался и воздал всю славу Богу. И потом Бог говорит, а теперь мне ничего не жалко для Авраама, у тебя будет сын, слава Богу. Аллилуйя, аминь. Друзья мои, у нас очень много нужд. У нас просто огромное количество нужд, и мы молимся об этом. И Бог абсолютно знает их. Вы знаете, в самом начале, когда брат открывал это собрание, мы слышали, в самом начале прочитаны были слова, пришел ко Христу в пустыне сатана и говорит, если ты сын Божий, скажи этим камням, и они сделаются хлебом. Вы знаете, меня просто как молния просветила одна мысль. Даже дьявол знает, что Бог из камней может сделать хлеб. Дорогие верующие, неужели мы будем пребывать в неверии? Неужели вы сомневаетесь, что Бог может ответить на молитвы сегодня? Неужели мы не верим? Неужели мы такие маловерные, чтобы Христос сказал, маловерный, зачем ты усомнился? Бог одним словом может решить все наши проблемы? Но Бог еще в чем-то заинтересован. Бог не просто заинтересован решить наши проблемы, исцелить наши болезни, Он хочет чему-то нас научить. Допустим, у меня появляется нужда, вначале я переживаю, как все думают, некоторые впадают в очень сильное эмоциональное такое состояние, я говорю родственникам, друзьям, Бог наблюдает за этим, что ты будешь дальше делать? Потом я думаю, наверное, правильно пойти молиться. Я пошел в свою комнату, я молюсь один день, второй день, и Бог смотрит и говорит, вот видишь, уже правильно ведет себя. Потом я начинаю молиться, еще больше, потом вижу, что не помогает, я говорю, я буду поститься. И Бог смотрит, и, наверное, говорит там на небе своим англом, смотри, как он правильно себя ведет, он уже постится. И затем, когда еще ничего не помогает, я начинаю призывать церковь, друзей, братьев, и, наконец, сотни людей вместе со мною молятся Богу. В результате Бог отвечает мне на нужду, но сотни людей стали ближе к Богу, потому что мы вели себя правильно в присутствии Божьем. Вы можете сказать аминь на это. Мы будем сейчас молиться. Я не знаю, друзья, я не знаю, как вы себя ведете, я практически ни одного из вас не знаю, но я смело говорю, потому что вы церковь Божья, и это слово всем нам касается. если вы перед Господом проявите свою веру и постараетесь в своей жизни, исполняя его заповеди, любить его, служить ему, Бог не оставит вас. Еще, я не говорю это как правило, Бог вообще-то действует по вере, ни по стараниям нашим, ни потому, что мы что-то для него делали, нет, 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 но я скажу, это всегда имеет свое место. 25-24 глава от Матфея, помните, написано, предстанут пред Ним народы, и Он одели от одних, от других, и одни скажут, Господи, за что мы идем в Царство Твое? Он скажет, за то, что вы в темнице посетили, воды принесли, одежду дали и накормили. Другим скажет, вы проклятые в огонь вечный, за что? За то, что вы терницы не посетили, не посетили, воды не дали, одежды не дали, и потом так написано, так как вы сделали это, а другим сказано, так как вы не сделали это, вы идете в ад. Друзья мои, вера на своем месте, но дела обязательно идут вслед за верой. Если у нас вера есть, значит, дела будут соответствовать нашей вере. Аминь. Давайте сейчас горячо помолимся к Господу. Я просто верю, Бог здесь, и Он кому-то сейчас ответит на вашу нужду. О чем вы просите Бога? Аминь.